Всем шалом! Бодертов! Гудмонин! Как дела? Собираемся на прямой эфир урок после дарования Торы. Совершенно все должны быть уже таранически подкованы. Кто принял на себя Тору, давайте. Кто принял на себя Тору, поставьте лайк. Мы принимали на себя Тору, все очень хорошо провели шавод. Именно здесь, в Мараше, Мараша это место, где еврейская молодежь становится религиозной. В Киеве это место. И мы здесь собрались, сделали очень такое кабалат Тора, принятие Торы делали очень технологичное. То есть сняли старую операционную систему восприятия себя и мира. Просто убрали эго. Вообще добились того, о чем вообще мечтают все мистите. А мы просто взяли, выключили эго. Вообще выключили, эго стерли. И вместо эго поставили операционную систему Тора. Тора сейчас какой? 5777, да? 5778. Тора 5778 мы поставили. Тора версия 5778. И добавили, так как написано Бесамахта, Бехагеха, нужно быть в радости, да? В празднике. Радоваться нужно в празднике. И мы добавили туда радости, чтобы закрепить. То есть эта радость, это была такая специальная энергетика. Знаете, есть там Тесла ездит на электричестве, а у нас получается, что Тора работает в радости. Все, дорогие друзья, если с нами Алекс Поделка, мы начинаем. Сын его, как раз в Мараше, сын его стал религиозным и потянул за собой всю семью. Сейчас и папа его религиозный, дядя его учится в Колеле. В общем, вся семья стала у них религиозная, потому что Давид Поделка, он стал религиозным человеком, то есть поменял операционную систему. Сейчас он счастливый муж, женился, работает, учится, учит полдня Тору, то есть вообще полностью счастлив, вообще отлично, слава Богу, живет. И я всем желаю того же. Хорошо, а мы продолжаем изучать Мишли. Это царь Соломон, в слове Мамеллах, это тот человек, который знал точно, то есть он на себя установил прям от Бога операционную систему, прям Бог ему лично вставил в голову Тору. И поэтому он был мудрейший из людей, то есть он лично взаимодействовал, Бог к нему обратился и предложил ему на выбор, что он хочет. Хочет ли, Бог ему дал на выбор самые те вещи, зачем люди гоняются. Вот есть пирамида Маслоу, а есть пирамида потребностей от Бога. Бог сказал, что Мамеллаху так, что говорит тебе дать? Значит, он его спросил так, что тебе дать? Значит, Ошер Нехасим Нефешайвэха. Нет, он ему сказал так. Сейчас. О, он ему сказал так, смотрите. Значит, он ему предложил, первое он ему предложил Ошер, деньги. Деньги, это очень круто. То есть человек, когда имеет деньги, у него есть возможность себе что-то покупать и так далее. Но, второе, когда у человека уже есть деньги, он зарабатывает деньги, у него есть, в какой-то момент их количество превышает, если он нормальный человек, превышает его то, что он тратит. То есть, ненормальный человек, он покупает себе 20 машин, 30 машин, хотя ездит на одной. Нормальный человек, он покупает одну машину, одну квартиру, один там дом еще, ну и так далее. Но он не будет скупать это все. И наступает у него момент, когда он не знает, что делать. И Бог ему предложил, что Мамеллаху, я тебе дам Ошер Нехасим. Нехасим это имущество, недвижимое имущество. Мне сегодня как раз один написал сообщение, я вообще на такие вопросы не отвечаю, но один написал, я заработал капитал, куда мне его вложить? Терри говорит, беспокойся, куда вложить? Вот у него прям конкретно человек задал мне такой вопрос. Так, царь Соломон, он сразу, вторая потребность у человека, первая потребность это просто заработать деньги, чтобы было на удовлетворение потребности. Когда ты удовлетворил потребности, а у тебя деньги продолжают тебе приходить. Второе, куда это вложить? Третье, третье, что Бог предложил царю Соломону, Шлома Меллаху, он ему предложил, говорит, кого-то, почет. То есть на сегодняшний день, вот я был на передаче, например, у Евгении Черняк, да, Бекмана, он мультимиллионер, у него там 300-400 миллионов долларов. Но он делает канал, он пишет в Фейсбуке, у него прекрасная сейчас страница. Игорь Владимирович Рыбаков, прекрасный миллиардер, который перестал заниматься бизнесом, вышел из операционного управления бизнесом, и сейчас он занимается благотворительностью, он блогер. У него канал в Ютьюбе, канал в Инстаграме, то же самое делает Оскар Хартман, да. То есть люди, которые заработали деньги, но им теперь нужно признание, им нужно признание от людей. Это третья потребность, которую Бог предложил царю Соломону, он ему сразу говорит, я Бог, значит, ты ко мне стремишься, хочешь быть со мной. Что-то царь Соломону как-то нашел, нашел, как сказать, милость в глазах Бога. И Бог ему говорит, выбирай, что тебе дать. Ошер, не хасим, деньги, имущество, да, недвижимо, сразу тебе, зачем тебе деньги, я тебе сразу дам там имущество, и все, и у тебя будет уже пару небоскребов, и сдавай в аренду. Значит, может тебе признание, кого-то нужен, да, так я тебя сделаю телезвездой, то есть зачем тебе эти все деньги, все равно быть телезвездой круче, да, иметь свой канал, вот Дмитрий Портнядин, да, там, он сейчас, где появляется, за ним толпы бегают, а Игорь Рыбаков, где появляется, то его так не знают люди, да, ему хочется, чтобы его слушали, чтобы он, ему есть чем поделиться, и он хочет быть, вот, почет, признание. Значит, четвертая ступенька, четвертая ступенька, ему Бог предложил царю Соломону, он говорит ему, я, или можете дать души твоих врагов, что такое души твоих врагов, какой-нибудь чиновник, сидит там в правительстве, и, и Рыбаков, и, значит, Портнядин, и все остальные, они все, значит, этого чиновника боятся, и Дональд Трамп боится руководителей там ФБР, ну, своих, которые сидят там, то есть, есть люди, которые имеют власть, имеют власть, и власть это круче, чем все остальное, потому что власть, это души твоих врагов, он может тебя, не тебя, там, какого-то другого человека посадить, там, на лоде, я помню, как-то я читал книгу Фила Найта, Найк компания, он говорит, я там создавал, старался, там, вообще умирал, построил я этот Найк, и тут приходит мне письмо из налогового управления, вы должны уплатить 30 миллионов долларов, или мы у вас заберем компанию, все, и сидит, он говорит, вот такая, он так в этой книге описывал этого чиновника, сидит такая крыса просто, вообще просто в такой маленькой коморке, который в жизни ничего не создал, ничего не достиг, ничего не сделал, и он у меня забирает мою компанию, которая всю жизнь я ее создавал, и там он так с этим воевал, с этим чиновником, и так он и не смог его победить, то есть, этот чиновник все равно забрал у него не 30 миллионов, 20 миллионов, он с ним судился, они дошли до сенаторов, там годы продолжался этот процесс, то есть, чиновники, они имеют страшную силу, то есть, они на самом деле, вот эта власть, они управляют всеми, вот эти власти, которые захватили власть, в ООН, они там рулят, все, хотя эти люди ничего в жизни не создали, почему они рулят, непонятно, в общем, все это, это как раз пирамида, но они круче, чем те, которые имеют признание, и они круче, чем те, которые имеют деньги, теперь, значит, царь, Бог предлагает царю Соломону все эти четыре вещи, а он говорит, нет, говорит он Богу, я хочу только мудрость, божественную мудрость, открой мне, как ты управляешь миром, мне ничего не надо, все эти вещи, они, ну, как бы, они, по факту, это все фигня, да, этот чиновник сидит, он несчастлив, и прямо этот, Фил Найт пишет, что он такая крыса, потому что его жена тиранит, и он просто реально сидит, этот чиновник крыса, который, ну, ну, то есть вообще, они не счастливы, потому что они очень боятся чиновников, которые сверху над ними, да, они все, прям они, как в армии, да, то есть ты, ты хозяин над теми, кто ниже тебя, и ты раб над теми, кто выше тебя, и в этой всей пирамиде власти, да, то есть всегда есть кто-то, кто на самом верху, а тот, кто на самом верху, он боится, что его сейчас хотят спихнуть, те, которые чуть ниже, то есть пирамида власти, это тоже страх, теперь признание, вначале человек добивается признания, а потом он ходит в темных очках, чтобы его не видели, а когда он видит, что его уже не видят, когда он видит, что за ним никто не бегает, он опять снимает темные очки, начинает бегать за любви, то есть признание, это тоже палка от двух концов, то есть вроде ты знаменитый, Но с другой стороны, ты бегаешь за людьми, чтобы стать еще более знаменитым. Все эти, я же в теме, я же тоже блогер, да, то есть, я знаю, что блогеры, как они хотят, чтобы люди их слушали, смотрели и так далее. То есть, это идет борьба за все эти посты, все сидят, пишут, конкурсы, там, ну, в общем, что только они делают, платят колоссальные деньги, чтобы лишь бы у них были почитатели. То есть, получается, они зависимы от почитателей. А почитатели, которые восхищаются, они думают, вау, какая там Анжелина Джоли крутая. А она, как бы думает, блин, как бы убежать от этих всех почитателей. А в итоге, Витни Хьюстон, она умерла от наркотиков, сестра ее умерла от наркотиков, дочка умерла от наркотиков. И все они наркоманы, вот эти вот все звезды, которые их прославляют, они, в принципе, в большинстве своем несчастные люди. Так вот, значит, царь Шлумо, когда Бог ему все это предложил, он говорит, нет, говорит, мне все это не надо, это все, говорит, эвэль-эвэлим, все это пыль. А что мне надо? Мне нужна божественная мудрость, мне нужна Тора. И Бог ему вложил в голову, дал ему божественную мудрость, а с ней он получил все эти вещи, потому что, когда у тебя есть божественная мудрость, тогда у тебя все это есть. Потому что мудрецы нужны всем, и правителям, и тем, которые к почету стремятся, и те, кто деньги зарабатывает, все нуждаются в мудрецах, все бегут к ним за советом, у каждого есть вопросы. А мудрец Тора, у него есть ответы. Теперь, и мы переходим к восьмой главе, мы остановились на десятом отрывке, и он как раз был об этом. Десятый отрывок, царь Соломон уже нам с высоты своей мудрости, он нам говорит, кху мусари в аль кесов. Он говорит, возьмите мусар лучше и не берите серебро. То есть, что такое мусар? Мусар, это, как мы знаем уже, это система, по которой ты управляешь своим мышлением. То есть, мусар, это когда ты берешь под свой контроль свои эмоции, свое тело, свои мысли. То есть, это система контроля над мышлением. Обычно, у обычного человека есть мышление, которое действует на полном автомате. Есть система рефлексов, есть система эмоций. То есть, обычный человек, он полностью такой автоматизированный робот, биоробот такой, но он вообще не контролирует себя. Как бы есть набор программы, они его ведут, как и человек включен, человек включается внешним миром и другими людьми. То есть, это обычный человек. Мусар, это первое, что позволяет взять под контроль свои вот эти автоматические программы. Это часть сторы. Переводится это слово нравственность, но это вообще не точный перевод. Вот, мусар, это слово миасер, леасер, то есть, страдание. И от слова маасар, тюрьма. То есть, когда ты берешь себя в тюрьму, и ты через страдания, можно так сказать, потому что все упражнения, позволяющие взять себя под контроль, они доставляют легкие страдания. То есть, ты выходишь на вот эту границу, когда ты начинаешь ощущать, например, свое тело, вот обливание, там, вода, дыхание, бег, спорт. Это как взять под свой контроль свое тело, да. Теперь эмоции, что взять под контроль. Ты наблюдаешь за эмоциями, ты находишь обычно более яркие негативные эмоции. Ты вылавливаешь эти негативные эмоции, ты их изучаешь, исследуешь, растворяешь. Это все мусар. И говорит царь Соломон в 10 отрывке, возьмите лучше мусари и не берите кэсов, не берите серебро. Что такое серебро? Серебром раньше люди, в то время, это была разменная монета. То есть, разменная монета это то, чем постоянно пользовались. И человек, он берет, у него есть товар, он его отдал, взял серебро. За серебро взял товар. То есть, это была то, разменная монета. Он говорит, намного важнее контролировать себя, управлять себя. То есть, тот человек, у кого есть настойчивость, который может заставить себя что-то сделать, это тоже из этого мусара. Это полезнее, чем серебро. Потому что, если ты системно что-то делаешь, ты освоишь любую профессию, любое знание. То есть, просто деньги или управление собой. Он говорит, управление собой лучше. И второе, он продолжает. И даат, познание, оно лучше, чем золото. Значит, раньше золото люди не носили с собой. То есть, люди копили деньги в золоте. Не было банков, не было электронных платежей. Можно было только за свою работу получить немного серебра. Потом за это серебро купить золото, золото закопать. Все. И вот человек, он копил деньги в золоте. С собой золото ты носить не будешь, ограбят грабители. Где-то у каждого было закопано золото. И все. Теперь, значит, он говорит, царь Соломон, смотри. Если ты берешь, приобретаешь познание. Познание это, когда ты четко в чем-то разобрался. У тебя есть абсолютно четкое знание внутри по какому-то предмету. То оно всегда с тобой. То есть, это именно познание, когда ты разобрался, вот все. Оно твое. Это да, то, что называется. Да, четкое познание. И оно лучше, чем золото. Потому что золото у тебя только... Ты знаешь, что оно у тебя есть. И все. Но ты им не пользуешься. У тебя есть только знание о золоте, которое у тебя есть. Познание, особенно если это познание божественной реальности. Это познание Тора, когда ты знаешь, как вся система работает. Познание это вообще крутая тема. И она всегда с тобой. То есть он говорит, возьмите лучше мусар, управление собой, своими эмоциями, своим телом, своей жизнью и вместо серебра, это важнее. И второе, дат познания Торы, познания Бога, познания божественного знания важнее, чем золото, которое люди копят, стараются, а что потом? Ничего, они никуда это взять, даже с собой не могут. Дальше, одиннадцатый отрывок. Они красивые, они вызывают у людей, кому-то нравится. То есть это красота такая, да? Так он говорит, божественная мудрость лучше, чем жемчужины. Почему? Мы учили когда-то, что, значит, когда ты получаешь кахму, то ты найдешь сахильтов беней элутим ваадам. То есть когда у тебя есть божественное знание, и ты действуешь в согласии с ним, то ты и людям нравишься, и Богу нравишься. А когда на тебе есть жемчужины, ты только людям нравишься. Вот в этом разница, да? То есть качество характера. Мы даже в конце опять прыгнем, что женщина, шекерахен ваевляйофи, обманет миловидность, ведет красота. Да, и Шайрат Ашем, и Титалаль. Женщина, которая боящаяся Бога, да, с хорошими качествами, она всегда будет прославляема. То есть человек, у которого есть хорошие качества характера, он добрый, он порядочный, он честный, то его доброе имя, и оно привлекает к нему и Бога, и людей. Человек, который не очень хороший человек, да, даже если он богатый, все равно его люди не любят, Бог его не любит. И в итоге все равно где-то он потеряет. Значит, он говорит, лучше хохма, чем жемчужины. Выколь хафатим лоишвуба. И все желания, они не сравнятся с ней. Значит, когда человек стремится к божественной мудрости, то есть у человека в любом случае, если он человек, у него есть стремление. Он все время что-то хочет. Обычный человек, он хочет то, что видит во внешнем мире. То есть ему внешний мир показывает, глаза видят, сердце хочет, руть и ноги делает. То есть он увидел, например, у меня есть сын, который очень умный сын, хороший сын, и он все время что-то хочет. Но если проанализировать, что он хочет, он встречается с какими-то людьми. Ему люди что-то рассказывают, или он видит это где-то в компьютере. И он хочет то, что они имеют, потому что человек так устроен, что миром двигает зависть. То есть у людей есть детство, у маленьких детей, когда он видит ребенок, у кого-то есть какая-то игрушка, у кого-то есть в песочнице что-то, что у него нет, то ребенок, он это хочет. Это естественно для человека, хотеть то, что есть у другого, то, что хорошее. Получается, что все хафатим, все желания человека, обычного человека, они вызваны у него внешним миром. И особенно на сегодняшний день, внешний мир, он же управляется маркетологами. То есть на сегодня весь внешний мир, он заряжен, конкретно везде реклама, везде продакт-плейсмент. То есть даже ты смотришь фильм какой-то, мультик, там уже заплатили создателям специально, чтобы там продавать места, ну чтобы человек увидел что-то и купил. То есть понятное дело, что Гарри Поттер стала миллиардером-создательницей не на самой книжке, и даже не на фильмах, а на продукции, которую люди видят в фильмах и потом покупают эту продукцию. Машенька и медведи зарабатывают во много раз больше, чем на мультиках, на сувенирке, где нарисована Машенька и медведь. То есть ребенок видит Машеньку и медведи, потом он заходит в магазин и везде, о Машенька, о Машенька, о Машенька, вот Машенька, вот медведи. И вся вот эта вот сувенирка, игрушки и так далее. То есть человек, он управляется своими глазами, и он все время следует за глазами и за сердцем. Глаза видит, сердце хочет, руки-ноги делает. Но то, что сегодня видят глаза, это все управляется, это все заряжено специально обученными людьми, которые прямо конкретно создают вот эти вот гарпуны, это называется гарпуны, которые прямо в мозг они вонзают человеку специально, чтобы его потом повести по заданной траектории. Теперь говорит нам царь Шлумо, что хохма, божественная мудрость, когда ты овладел мудростью, она внутри тебя. Когда ты стремишься к мудрости, ты стремишься к Богу, ты выстраиваешь свой внутренний мир. И он говорит, что когда ты выстраиваешь свой внутренний мир, у тебя в нем столько удовольствия, столько радости, столько счастья, и он настолько красивый и удобный, что никакие внешние хафатсин, никакие внешние желания и предметы не сравнятся с тем, что дает тебе божественная мудрость. Понятно, да? Теперь, дальше, 12 отрывок. Они хохма, шаханти, арма. То есть, я говорит, там, где есть хохма, хохма божественная мудрость, шаханти, там присутствует и хитрость. Значит, тут есть интересная вещь, что хитрость это определенное свойство ума, которое считается плохим. То есть, хитрость это когда ты умеешь просчитывать на один-два хода вперед. И обычно хитростью владеют люди негативные, которые просчитывают на один-два хода вперед, чтобы кого-то обмануть. И поэтому хитрость это считается плохое качество. Но, говорит царь Соломон, что если я, мое я, оно заряжено хохмой, божественной мудростью, что такое хорошо, что такое плохо, то есть, в тебе есть вот эти вот правильные основы, то тогда вот эта хитрость, она становится позитивным качеством. Если она базируется на знании, что такое хорошо, что такое плохо, и на умении перехитрить окружающий мир, чтобы делать хорошо. Как Яков. Яков, который стал Израилем. Яков это тот, который был, он был хитрый. И он, когда Исава ему говорит, Аквене, поймаем, ты меня два раза, ты меня обманул, да? Но он его два раза обманул, по меркам Исава он его обманул. Но по меркам Якова он два раза, он делал то, что Бог хотел, чтобы он делал. То есть, когда ты идешь к божественной правильной цели, то ты должен обмануть свой Ецарара, свое злое начало. Ты должен обмануть злодеев, которые хотят тебя обмануть. То есть, ты должен быть хитрым для того, чтобы достигать правильных целей. И он говорит поэтому, что в этом случае, если в тебе есть хохма, божественная мудрость, тогда хитрость, она в тебе присутствует. Это очень хорошо, быть хитрым. Ведаат Мезимот Имца. И познание. Когда в тебе установлено познание Торы, Мезимот Имца, оно найдет тоже. Мезима, это такое вот глубокомысленное, глубокое понимание какой-то вещи. И когда у тебя есть намерение, то есть, ты выстраиваешь какую-то схему внутри, если у тебя нет дата, нет божественного познания, то ты можешь выстраивать суперсхему на песке. Ты не знаешь, как правильно. То есть, у тебя нет основ, которые позволят потом тому, что ты выстроишь, устоять. Есть люди, они прямо-таки выстраивают схемы. Вот, я, значит, там закончу институт, потом пойду на работу, потом скоплю на машину и потом куплю себе Жигули. А пока он закончил институт, уже нет Советского Союза, и Жигули уже тоже нет. И все, что он... А профессия, которую он приобрел, он так обдумывал, эта профессия, она какая оказалась, никому не нужная. То есть, были люди, которые они очень сильно, они высчитывали, как правильно поступить, и в итоге они ничего не получали. Теперь, интересно, я как раз встречался пару дней назад, человек, который в 65-м году, его семья уехала из СССР в Израиль, и его родители, его отец просидел за то, что он был религиозный, он просидел 6,5 лет в тюрьме, его посадили на 10 лет, но когда Сталину умер, его выпустили. И это люди, которые, они строили свою жизнь, казалось бы, по неправильной схеме. То есть, у них была схема, что надо соблюдать заповеди любой ценой. Надо любой ценой соблюдать заповеди. Даже если тебя посадят в тюрьму, надо соблюдать заповеди божественные. И они, ну, казалось бы, это была проигрышная схема. Но, тем не менее, она была построена на дате, на опоздании, что Бог, он не оставляет тех, которые реально с Богом. И в итоге, в 65-м году всю их семью отпустили в Израиль, хотя в то время не выпускали людей, но им дали разрешение на выезд. Они сейчас живут, их дети раввины все во всех странах мира. У них внуков, конкретно, у них внуков, ну, больше ста. То есть, они реально, это древо жизни, которое вообще, они супер-мега уважаемые люди. Они реально их, куда бы они ни пришли, то есть, они строили свою жизнь, это было продуманное, он рассказывал, как его мама, что она только не делала, какие хитрости она только не использовала, чтобы их дети, чтобы они, когда были маленькими, не писали в субботу. Но, казалось бы, это была такая хитрость, он рассказывал, как в субботу прям был экзамен, комиссия, они шли в школу, и тут мама, они проходили, и тут лужа. И они прям уже подходили к школе, она не знала. Она шла, молилась, чтобы Бог подсказал, как ей быть, чтобы ребенок все-таки не писал. А там было прямо конкретно, вот все, им нельзя было не прийти в школу в субботу. И вот они идут, и уже они подходят в школе, и тут огромная лужа, прям огромная такая лужа. И она тут ее осенило, она толкает ребенка в лужу, подставляет ему еще ножку, подставила, толкает его в лужу, он падает полностью в лужу, он весь мокрый, грязный. Они заходят в школу, и она говорит, вот, привела ребенка на экзамен. Они говорят, все, уходите домой вообще с ним, все. И она ушла домой. То есть, это была хитрость. Это было, казалось бы, совершенно, ну, с точки зрения обычной логики, неадекватное действие. С точки зрения божественной логики, это было полностью адекватное действие. В заслугу этого и мать, и вся семья, и отец вышел из тюрьмы, и они все уезжают в 62-м году в Израиль, и они все счастливы соблюдают заповеди. А те, кто отказались от Бога, отказались от заповеди, высчитывали, что вот, мы все правильно сейчас будем делать. У них, у меня есть множество примеров семей, которые были, семьи, которые отошли от Торы. У них нет ни детей, ни внуков, ни денег, ничего вообще. Они остались одни, без ничего. Просто разрушенная жизнь, все. Почему? Они высчитывали, что правильнее отказаться от Бога, правильнее идти по каким-то там, ну, схемам мышления, которые не божественны. Все. Это то, что нам сказал царь Соломон, что они хохма, шаханти, арма. Что если я хохма, то есть, если для меня главная божественная мудрость, тогда внутри меня есть арма. И арма – это хитрость, да? То есть, мне нужна хитрость, чтобы применять божественную мудрость, потому что мир идет не по божественным законам. И в Эдаатме зимот Эмса, и тогда, если у меня есть божественное познание, тогда я найду глубокие схемы, Эмса, найду правильные схемы для того, чтобы это все реализовать. Все. Значит, мои выводы такие, что нужно приобретать божественную мудрость, раз, познание божественное, чтобы потом оно все становилось, как познавать мир через божественную мудрость. Это два. И три, когда у тебя будет вопрос какой-то, да, то есть, нужно просто об этом вспомнить, что Бог управляет миром. Если ты хочешь строить свою жизнь по божественным законам, Он тебе поможет решить и выйти из любой ситуации. Это мои три вывода. И даст тебе правильную там хитрость, мудрость и так далее, чтобы решить любой твой вопрос. Все. Это мои три вывода. Напишите свои три вывода, которые вы для себя сделали. Еще раз можно пересмотреть, подумать. Все. Удачи, успехов. И чтобы Бог вам помог решить все ваши жизненные ситуации. И чтобы вы радовались тому, что Бог вам помогает. Все. Удачи, успехов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok